Минобороны России заявляют, что малазийский Боинг в Донбассе был сбит украинской ракетой. Меня зовут Фарида Курбангалеева, здравствуйте. Министерство обороны России сегодня провело специальный брифинг. Военные сообщили, что им известен боевой номер ракеты, которая сбила самолет малазийских авиалиний. Этот снаряд якобы произвели в 1986 году в Московской области, а затем передали в войсковую часть, которая ныне находится на территории Украины. После этого ракета в Россию якобы не возвращалась, заявили в Минобороны. Ведомство утверждает, что готово предоставить все материалы и доказательства Международной следственной группе. В Киеве это заявление пока не прокомментировали. Я напомню, Международная следственная группа утверждает, что самолет был сбит из установки БУК, которая принадлежит российской армии. По их словам, техника состояла на вооружении военной базы в окрестностях города Курск. Оттуда установку доставили на территорию, подконтрольную сепаратистам. Следствие предоставило видео и фото доказательства перемещения российского БУКа. Экспертам удалось отследить практически весь путь. Но на сегодняшнем брифинге Минобороны России назвал эти данные фальсификацией. Москва утверждает, что российские установки никогда не пересекали границу Украины. Напомню, Боинг малазийских авиалиний потерпел крушение на востоке Украины 4 года назад. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Катастрофа Боинга стала одной из официальных причин для введения санкций в отношении России со стороны Евросоюза и США. Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Он был подписан в 1997 году. Ранее это решение поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины. Глава МИД страны Павел Климкин заявил о готовности пакета документов о денонсации договора еще в конце августа. Сам Порошенко заявлял, что уведомит Москву о прекращении его действий до 30 сентября. В Кремле тогда назвали действия Киева неразумными и отметили, что они только ухудшат отношения двух стран. КПРФ пожаловалась в Генпрокуратуру на результаты выборов губернатора Приморья. Накануне в регионе состоялся второй тур голосования. После обработки 95% протоколов коммунист Андрей Ищенко набирал более 51% голосов, а единоросс Андрей Тарасенко около 46%. Однако после подсчета 99% протоколов представитель партии власти неожиданно начал побеждать. Кандидат от КПРФ объявил голодовку и призвал своих сторонников выходить на акции протеста каждый день. Кремль прокомментировал публикации о связи подозреваемых в покушении на Скрипалей с Министерством обороны России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что словам президента доверяет больше, чем, цитата, обезличенным сообщением. Напомню, Путин ранее утверждал, что Александр Петров и Руслан Баширов – гражданские лица. Напомню, сразу несколько СМИ опубликовали о них свои расследования. По данным журналистов, россиян нет ни в одной базе данных. На анкетах о получении ими паспортов стоят пометки «совершенно секретно» и «сведений не выдавать», а по телефону, указанному в документах, журналистам ответили, что это Министерство обороны. Две недели назад власти Великобритании предъявили Петрову и Баширову обвинение в покушении на бывшего агента ГРУ и его дочь. В Лондоне уверены, что они работают на российскую военную разведку. Однако в интервью про кремлевскому телеканалу RT россияне заявили о своей невиновности. Москва причастность к отравлению Скрипалей также отрицает. Генсек НАТО заявил о готовности Военного Союза ответить на кибератаки из России. По словам Йенса Столтенберга, НАТО может применить положение пятой статьи своего устава. Они гласят, что нападение на одну из стран блока рассматривается как нападение на всех его членов. Правда, это произойдет не автоматически. Все зависит от характера кибератаки. Генсек отметил, что Военный Союз при этом верит в важность диалога с Россией. Столтенберг считает также, что кризис в Украине можно решить только с помощью политических переговоров. Он заверил, что НАТО никогда не признает аннексию Крыма.